Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и историческое его заявление «Смахиваем пыль». Он тот политик, который вел больше всего антироссийских санкций. Громкие заявления Дональда Трампа о быстром завершении войны в течение 24 часов. Будет ли встреча в следующем 25-м году президента США и российского диктатора? И каким образом Дональд Трамп планирует заканчивать российскую агрессию? Все это мы обсудим с Русланом Махамдеевичем Кутаевым, президентом Ассамблеи народов Кавказа. Руслан Махамдеевич, приветствую вас. Добрый день, приветствую. Даша, тоже приветствую. И зрителей твоих, и всех подписчиков. У тебя очень много. Уважаемая аудитория, традиционно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш YouTube-канал. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, боремся с российской пропагандой, разбиваем фейки. Поэтому ваш комментарий, ваша подписка – это борьба на нашем информационном фронте. Это очень важно. Путин сейчас, как мы знаем, выдерживает паузу, он не звонит, он же тоже весь из себя такой заточенный, быть главным патроном, шефом, кем угодно. И поэтому, я думаю, в Кремле еще не определились, они еще не понимают, как себя вести. По полметра в сутки они на Донбассе двигаются. Украина – это анти-Россия, и он будет делать все для того, чтобы не было Украины. И поэтому, когда у него наступление, и тем более ему докладывают, то значительно лучше. А Трамп говорит, я остановлю войну. Каким образом? Ну, по крайней мере, когда Трамп об этом заявит, стороны и российской, и украинской должны остановиться. И там же, на той территории, кто контролирует, вот предварительно мы имеем вот такие представления, инициативы Трампа. И те территории, которые контролируют, остаются за этими странами. Больше того, то, что Россия оккупировала, она должна быть какой-то, если даже не вся территория, но часть территории серой зоны. Это не устраивает Путина. Путин думает, он настроен, его настроили, что он может что-то сделать больше. Поэтому, если с этой точки зрения Путин каким-то образом заупрямится, или там покажет свой норов или характер, Трамп вообще нельзя, нет такого человека, который мог бы сегодня спрогнозировать поведение Трампа. Трамп, он пустой. И эта пустота настолько огромна, что в любое время вихрь новых каких-то мыслей может заполнить это, и он может действовать как угодно. Это такое, скажем, поведение Путина может его спровоцировать. Ну хорошо, ладно тогда. Ты так, я тебе покажу. И он может дать любое оружие, очень серьезное оружие, может дать Украине. Но он не такой простой и не такой тупой, как представляются его представители, некоторые демократы. Это его поведение такое заданное. Поэтому это противоречивая личность. Но тогда, когда ему это нужно и ему это выгодно, он это тоже делает. Поэтому я думаю, он сейчас не будет идти на конфликт с Путиным. Путин ему через шоу дорог. Поведение Путина, линии выстроенной его власти Трампу симпатично. Он хочет нечто такое создать и сам. Кстати, он в своей предвыборной кампании этого не стеснялся. Он откровенно говорил, что он будет создавать авторитарный режим. И некоторые это ха-ха-ха да хи-хи-хи. Потом он говорит это на один день. Но мы все-таки, в том числе и ты внимательно видишь, смотришь. Трамп любит такое управление. Ему нравятся диктаторы. Поэтому все сложно. Может пойти в любую сторону. Но вот эти первые завеления Зеленского. Поздравления. И потом мы знаем, что Зеленский с Трампом говорили по телефону. Я думаю, украинские власти правильно начали выстраивать отношения с Трампом. Трампа надо хвалить. Трампа надо каким-то образом смазывать его надо так, чтобы он двигался в отношении Украины. Принципов у него нет. Это однозначно. Здесь все выстраивается по линии того, как ему нравится. А ему нравится может сейчас так, а через полчаса по-другому. Поэтому, Даша, тяжело сейчас сказать, каким образом он будет себя вести. Но мы примерно понимаем контуры и вот эти рамки его поведения. Вот в этих рамках, я думаю, Украине надо вести. Россия будет сложно. Россия будет сложно. Я закончу с того, с чего я начал. Путин думает, Путин ожидает хотя бы Запорожскую и Херсонскую области захватить. Хотя бы вот эти четыре, не говоря о Криме, области Украины он хочет забрать. И таким образом его, скажем, задача, даже минимальная задача, не выполняется с этой точки зрения. Там немного могут возникнуть вопросы. Но будем надеяться, что это будет в нашу пользу, то есть в пользу Украины. Руслан Александрович, уже появилась информация, что советники Трампа предложили ему завершить войну в Украине, заморозив линию фронта. На следующий день, после того, как Дональд Трамп победил на выборах, стали известны детали мирных планов по Украине, которые предлагают новому президенту и его советники. Все они предусматривают заморозку текущей линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом очень серьезно пишет The Wall Street Journal. Что вы скажете на эту тему? Ну вот как раз то, о чем я только что говорил. То есть Трамп предполагает, что вот как он вступил в должность, даже если он не вступил в должность, он говорит и Путину, он, по крайней мере, убежден. Он такую команду, я не оговорился, команду спускает и Путину, и Зеленскому. Все, замрите. На этом все, остановите стрельбу не только из авиации или же из артиллерии. Остановите и автоматные. Все на этом. Он думает, что он сумеет вот таким образом все это остановить. Ну еще раз говорю, для Украины сейчас ерепениться и каким-то образом вступать в конфликт с Трампом Украине невыгодно. В любом случае от оккупированных территорий никогда никто не откажется. Но для России остановиться, для Путина, это критически невыгодно. Вот в этом и заключается основная постановка вопроса. Он хочет пройти определенную, он знает, куда он хочет, и мы знаем. Он хочет административные границы Херсонской, Запорожской области, а он еще до сих пор Донецкую область не отжал. Вот в чем причина. И поэтому, я думаю, вот в этом, вот в таком, скажем, в такой постановке вопрос и вот этой проблемы Трампа больше это не устраивает России и Путина. Будем смотреть, как они будут дальше себя вести. Александр Михайлович, есть еще одна предполагаемая версия, это определенный разговор, который может состоиться между Путиным и Трампом, то есть телефонный звонок или после этого, возможно, даже встреча в 25-м году, где Трамп говорит следующее. Либо мы заканчиваем войну, либо я даю Украине все, и даже томагавки, и она бьет по Кремлю. Потому что мы помним заявление Дональда Трампа о том, что он говорит, если надо, надо, значит, будем бить и по Кремлю. Как вы считаете, возможно ли такая конфигурация, когда Трамп шантажирует Путина? Ну, может быть, шантажирует это слишком громкое слово, учитывая то, что вы сказали, как бы более в мягкой форме, говорит о том, что если ты не согласишься на наши условия, на условия США, ракеты полетят на Кремль. Или, как вы считаете, это невозможная конфигурация? Я думаю, с Трампом это возможно, но здесь есть очень интересный вопрос. Насколько Трамп зависим от Путина и Кремля. Мы знаем его предыдущие 90-е годы, его походы в Москву. Мы знаем, давай вспомним его финскую встречу в Финляндии. Ведь у меня до сих пор вот эта картинка стоит. Вот двухметровый Трамп и полтораметровый Путин. Трамп весь опущенный, как мокрая курица, стоит там весь перепуганный. И Путин там, он прямо дюперем стал, там он так сияет, он торжествует. Мы же не знаем, о чем они там говорили. Но как бы, о чем бы они ни говорили бы, там вот тем ведущим игроком, вот в этой встрече один на один был Путин. И это было очевидно после того, как они вышли. Все зависит, насколько глубоко зависим Трамп от Путина. Теперь я хотел бы сказать, видя предвыборные гонки, я откровенно и однозначно говорил, что выборы побеждает Трамп. Трамп, потому что, ну, многое, и в том числе и ты этим занимаешься, мы все многие, кто политикой или экспертными оценками, все было видно. Всегда, я заметил, демократы и прессы, разные средства массовой информации, фору дают демократам 3-5%. И вот эта предварительно дающая фора, она в конце концов играет плохую службу, потому что в итоге коэффициент погрешности бывает значительно меньше, и они не получают то, что они ждут. Помнишь, Киллари, когда тоже выступала, у нее все были прогнозы, что она, все исследования говорили, она выигрывает, не выиграла. Что я хочу сказать? Я говорил, что Трамп победит, но я говорил, что Трамп не будет допущен к власти. Это очень важно. И поэтому я до сих пор остаюсь при своей точке зрения. Почему? Трамп вступил особенно остро в борьбу с американскими элитами, с бизнес-элитой, с политэлитой. И самое важное, с генералами, с военными, с элитой вообще военных. Это не просто четырехзвездочные генералы. Это люди, которые стояли в разных администрациях, занимали очень важные, и министр обороны там, очень важные должности они занимали. Вот эти люди, они сейчас в конфликте. Даша, это очень важно. Они не просто в конфликт вступили, они его называли фашистом. Они его откровенно говорили, что это фашист. Мы знаем характер Трампа. Эти вещи он не забывает. Он мимо ушей не пропускает. Он откровенно по поводу Байдена и его семьи говорил. Я буду президентом, и я их пересажаю. Я их буду преследовать уголовно. То есть Трамп очень серьезно будет с этими людьми расправляться. Он их будет преследовать. Это элита американская. Еще раз говорю. Элита военных. Бизнес-элита. Политическая элита. И республиканцы, и демократы. Их устраивает вот такая установка, если хочешь, постановка политической жизни, экономической жизни в Америке. Их это устраивает. Они могут, в принципе, понимать, кто придет, как они будут управлять. Трамп — это другое. Трамп сейчас очень опасен для, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Это человек, который хочет закрыть страну, закрыть ее. Но у него нет понимания, что за счет открытости и за счет экспансии американизма во всем мире американцы на своих крыльях доллару приносят вот эти бешеные доходы Америки. Как только они закроются, и доходы уменьшатся. И вот эти латиноамериканские избиратели, чернокожие избиратели, они же прежде всего поверили банальному заявлению, что он снизит налоги. Не снизит он налоги простым людям. Он снизит налоги своим друзьям-миллиардерам, которые его будут обогашать. Людям он не снизит. То есть это конфликт. Это конфликт, который может иметь очень плохую перспективу даже в управлении Трампа. Еще раз говорю, и это важно, я хочу, чтобы зрители это услышали. Верховный суд Соединенных Штатов Америки, когда Трампа преследовали по уголовным делам, по тем преступлениям, которые он совершал, будучи президентом. Так вот, адвокаты зашита Трампа выстроили зашиту очень интересно. И всем это было интересно, и мне. Они не говорили, что Трамп не совершал преступления. Они говорили, что Трамп имеет право, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, совершать преступления, и за эти преступления он не должен отвечать. И да, Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял постановление, что президент Соединенных Штатов Америки, И какие бы преступления не совершал, будучи президентом Соединённых Штатов Америки, за это не несёт ответственность. Там есть маленькая оговорка. Если Конгресс только импичмент этому президенту, так вот Байдену не грозит импичмент. Байден, образно говоря, может подойти, дать пошученную Трампу и сказать, ты вызываешь у меня недоверие, и я не хочу тебя допустить. Я же сейчас образами говорю, и Байдену ничего не будет. Трамп может судиться, но он ничего не сделает, потому что именно республиканцы, члены партии республиканцев в Верховном Суде Соединённых Штатов Америки приняли это решение. И сегодня эта козырная карта в руках у Байдена. Поэтому ещё не вечер, ещё бал не закончился. На бал только сейчас одеваются, извини, и приходят только. И поэтому будем ожидать, какие у нас будут события в последующем. Я ещё раз говорю, я думаю, я не знаю, что они придумают. Мы же помним, Кеннеди пристрелили, его он не устраивал. Роберта Кеннеди, кандидата в президент, он был генеральным прокурором, его пристрелили. К слову сказать, его сын, тоже Роберт Кеннеди, он сейчас в свете у Трампа. В свете у Трампа он выдвигался как независимый кандидат в президенты, а потом переметнулся. Он по самым лучшим прогнозам где-то 2-3% получал. Трамп ему обещал какой-то департамент или что-то такое, и вот он сейчас вокруг него болтается. Идиот он полнейший. Я вообще не представляю, как можно вот в жизни Кеннеди, это всё-таки это имя, это люди образованные и грамотные, по крайней мере, его отец и дяди. Как можно быть таким идиотом, как этот Роберт, нынче который у Трампа? Просто диву даюся. Но вот такая жизнь в Америке, вот такие люди, они сейчас и претендуют быть президентами, и становятся президентами. К слову сказать, мне это всегда нравится говорить, когда Трамп прилетел в Финляндию на встрече с Путиным, он откровенно, убежденно думал, что Финляндия — это Россия. И вот такие вот нравы у президентов США. А Джордж Буш думал в Чехии, что это Чечня. Ну, так география у них поставлена. Вячеслав Мухаммедович, вы вспомнили очень важный момент, да? Убийство Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди. И как раз Медведев, бывший президент Российской Федерации, буквально вчера сделал такой твит, что если Дональд Трамп завершит войну в Украине на позициях украинских, то есть Украина победит и Трамп сделает для этого всё, то его судьба будет судьбой Джона Кеннеди. То есть, по сути, Медведев угрожал убийством Дональду Трампу. Что скажете? Ну, Медведев, он чудик, он сейчас, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, он сейчас вот в таком состоянии. Ну, вот это, давай вот чуть отступление. Ведь вот эти пропагандисты, когда они обсуждали выборы, кто победит, за кого и как, ведь основной посыл у них был, чтобы была гражданская война, они понимали, что Трамп действительно непредсказуемый. Они понимали, что вот эти настроения Трампа, я остановлю войну на линии взаимодействия, это не устраивает действительно России. И вот они, их просто мечта, чтобы они вступили в конфликт, была гражданская война, неповиновение, и чтобы Америка теряла, ослабла и так далее. И поэтому то, что сейчас транслировал Медведев, да, такие настроения, они сейчас действительно, Трамп для них представляет угрозу. И ведь Трамп — это не Байден. Почему? Потому что Трамп, если что-то будет делать, он будет это делать решительно. Если он действительно на Путина обидится, или там капризы какие-то свои, он в это же время действительно может сказать, отдать Украине всё, что они хотят, и в любых объёмах, и в любых масштабах, и пусть замочите, хоть Кремль берут. Он может это сказать, и они это тоже знают. И поэтому сейчас никто не может твёрдо и очень точно предполагать поведение Трампа. Трамп, он в силу того, что у него нету такой сложившейся программы, программы действий, поведения, он совершенно спокоен. Понимаешь, у него люфт настолько большой, что это может в равной степени на стороне любого игрока, в данном случае и Украины, и России. Поэтому тяжело. А вот то, что Медведев сказал, я уверяю тебе, они не меньше моего понимают и знают, что Трамп вступил в войну, открытую войну с американской элитой, глубинной элитой, элитой политической, элитой военной, элитой, бизнес-элитой. Вот смотри, это тоже ведь очень важно для понимания. В предвыборной кампании Харрис финансировали больше миллиарда, а в предвыборной кампании Трампа больше 300 миллионов долларов. Понимаешь, разницу видишь какую? То есть это ведь отношения, ну, Латинос и, скажем, чернокожие не могли дать Трампу. Да, симпатии были, а денег дать не могли. То есть элита на чьей стороне мы видим даже по тому, как предвыборную кампанию финансировали американцы. Руслан Владимирович, финализируя эту тему глобальную, саммит мира, я бы хотела последнюю вам в этой теме задать вопрос. Президент Зеленский анонсировал второй саммит мира. Все обсуждали участие России. Более того, сейчас администрация Зеленского финализировала о том, что она не против, чтобы Катар, как государство, был посредником между российскими и украинскими сторонами в переговорном процессе о прекращении ударов по энергетическим объектам. И это как бы официальная позиция Офиса Президента. Они сказали, что Катар может быть посредником. Мы вспоминаем, что в августе планировался этот визит в Катар украинских и российских делегаций для того, чтобы они это обсудили. Руслан Михайлович, Трамп может быть фронтменом нового саммита мира и может он на полях этого саммита мира встретиться с Путиным? Как вообще вы прогнозируете второй саммит мира? Или на сегодняшний момент это видится нереалистично даже в его проведении? Нет, я думаю, это как раз тот случай вот того Трампа, о котором мы только говорили. Вот как раз для реализации именно вот своего плана он все-таки будет говорить в рамках того, что он озвучил. Так или иначе, какие бы там ни были бы настроения, именно у него вот это движение было вокруг того, что он остановит войну на линии соприкосновения. С точки зрения Украины, это проигрыш Украины, 91-й год, вывод российских войск и так далее. В это же время он говорит, я остановлю. И вот эту свою инициативу он как раз может и огласить вот на том саммите мира, который сейчас Украина и собирается провести. Вот смотри, здесь ведь по большому шоту ведь Украина не сильно и проигрывает. Если меняют территорию, вот задают вопрос, а как Курская область? Очень просто. Ту территорию, которую украинские войска контролируют в Курской области, Россия должна уступить, уйти, отступить и освободить эту территорию. А что это за территорию? Запорожская область, атомная электростанция освобождается, высвобождается эта территория. С этой точки зрения, вот этот размен он будет неплохой. Это не значит, что война закончилась. Это не значит, что Россия остановилась. Россия обязательно придет, Трамп вечно не будет. Если даже он свои, если он вступит в должность, если он все свои четыре года пробудет, они быстро закончатся. А настроение имперцев, они за это время просто сумасшествием будут вооружаться, готовить людей, обучать людей для войны, для последовать войне в Украине. И вот когда, если так получится, план, скажем, Трампа, в этом случае, Трамп должен дать гарантии выделения огромных ресурсов денег для вооружения Украины. Да, здесь ты правильно сказала, что да, этот будет стоять вопрос, Украина не идет в НАТО. Ну, какие вопросы? Эти четыре года пока Трамп управляет, но в это время не будет никаких инициатив вступления в НАТО. Это не значит, что на веки вечной Украина отказывается. Есть вот такая инициатива, да. Ну, хорошо, господин Трамп, мы с вами согласны, и все. Ну, тогда в этом случае давай и укрепляй нас, укрепляй нашу территорию в той части, где мы остались. Вооружай нас, чтобы не было опасности. Ты же говоришь в НАТО, не идите, да. Ну, тогда давай сделай. Или отдельный союз, как Израиль с Соединенными Штатами, особые должны быть союзнические отношения между Соединенными Штатами и Украиной. То есть вот эти тоже, здесь тоже есть поле, на котором Украина может найти хорошие для себя преференции, которые может получить от Соединенных Штатов, в том числе и от Трампа. Поэтому я ожидаю, что как раз это тот случай, что в равной степени Трамп может и не прийти. Но он может и прийти. Вот в чем вопрос. Вот непредсказуемость Трампа в этом и заключается. Он может прийти и очень активно все это провести. Здесь важна администрация Зеленского. Она должна быстро найти контакты с окружением, с помощниками, советниками Трампа. Они должны в рабочем порядке, все эти вещи обоговаривать. И они должны тянуть Трампа в ожидаемое, вот это очередной форум, который Украина намечает провести. Я очень хотела бы, чтобы мы с вами еще обсудили одну тему. Это то, что у них нет бога в сердце. Командир Ахмад Алаудинов заявил, что его бойцы на сегодняшний момент не будут сотрудничать с северокорейскими бойцами. Не будут сотрудничать. И самое интересное, значит, это то, что один из российских солдатов, то есть кадыровцы сказали, сотрудничать с северокорейскими солдатами не будем. А россияне говорят, что ксенофобия, невосприятие других национальностей. Давайте послушаем, что говорит российский военнослужащий. Это сложный язык. То есть руководить, короче, даже тремя-четырьмя военнослужащими, которые не говорят по-русски, но это тот еще геморрой, кто в свое время служил, когда привлекались к несению службы представители наших малых народностей, особенно с Кавказа, и они, да, 10 слов знают на русском, из них 9 матом, короче, понимаете? В общем-то, и что такое, короче, управлять нерусскоязычным безобидстадом, потому что очень трудно их организовать. Они понимали только матом, потому что там шло только все через матюги, и все по-другому. Тут так не будешь делать. Как это будет выглядеть, пока затрудняюсь ответить, потому что я уже сказал, языковой барьер это очень сложно. Я сомневаюсь, что там даже, допустим, они решили перебросить нам 15 тысяч личного состава, и 15 тысяч хорошо знают русский язык, даже хотя бы на урагональных командах. А насколько это сложно, короче, ради переговора вести, то есть у нас русский-русский, вот они всегда понимают. Ну, то же самое и у нас. У нас русский-русского не всегда понимают, эта цитата, ну, то есть ксенофобия, шовинизм и расизм. То есть они сейчас оскорбили все народы Кавказа, потом оскорбили северокорейцев, а сам этот человек говорил на мате, Раслал Мохаммедович, я вырезала мат каждые 20 секунд. Там приблизительно было, не знаю, 100 слов матом, вот я все это вырезала, чтобы такая речь получилась. Вам слово. Смотри, какая глупость. Он говорит, что кавказцы говорят там, он говорит там, из 10 слов 9 матом. Они из 10 слов одно слово матом не говорят, то есть он врет. То есть он откровенно врет. Это человек, который, то, что он сам делает, он хочет повесить на кавказцев. Этот человек, вот видите, что получается. Корейцы пришли, благодарность им не будет от этого. И потом, помяни мое слово, наряду с тем, что в проигрыше, в поражении России будут обвинять кавказцы, мусульман, и корейцы будут обвинять, что именно в поражении виноваты корейцы. Вот для русского человека они делают всё для того, чтобы кого-нибудь обвинить, на ком-нибудь оторвать своё зло, свою несостоятельность. Это сущность русского человека, это сущность русского мира. Они несостоятельны, они трусливы, они жестоки. Вот когда они берут украинский вид, только сейчас, только начал мир видеть, на Украине, какие жестокие акции они проводят на мирных людях. Мы-то, чеченцы, знаем это. Мы знаем, когда мы попадали к ним, в концлагеря, что они делали с мирными жителями. И когда в войне, когда с автоматом ты стоишь, как трусливо 10, 20, 50 человек против двоих не могли устоять. Это вот такая трусливая, вот такая жестокая, не имеющая границ группа людей, людей вот этого русского мира. Кстати, туда могут и разные люди входить, и поэтому вот этот человек, как ты говоришь, сколько ты там повырезала, обвиняя других в том, что они матом ругаются, он поливает сам этот мат. И он в равной степени будет в отношении кого угодно. Его никогда не будут устраивать, никогда. Он всегда будет в ком-то находить какие-то комплексы, какие-то недостатки. Это и есть сущность русских и русского мира. Вот этот экземпляр он совершенно конкретно демонстрирует. Вот с этим Украина сейчас и столкнулась. И, кстати, вот людей, которых они насильно, помимо своей воли, забирают. Вот этих людей, когда они даже воюют, вроде бы, на одной стороне, но когда эти не ведут себя как русские, они на них смотрят как на врагов. То есть они другие, те другие, чем эти. А других они воспринимают как они свою жизнь, они свою сущность, философию, свои моральные, нравы считают лучше. Вот посмотри, их командиры, русские, русские солдаты, русские военнослужащие, военнослужащие, карты своих бойцов забирают, их денег снимают, эти деньги себе присваивают, их на какие-то смерти бросают, их трупы не подбирают. Вот это самая лучшая характеристика русских. Как они в отношении друг друга жестокие, как они ненавидят друг друга, как они презирают друг друга, какое высокомерие. И вот этот барин с ними, вот барин командир взвода, его взводные это лакеи, крепостные услуги, а он барин. И вот вот такие барины, командир роты, взвода, батальона, полка, и вот они и ведут в отношении них. И ты думаешь, в Кремле они знают? Все знают это, им просто нужен результат. Все они знают, что их бросают на мясные штурмы. Да плевать они хотели, бабы нарожают. Вот поэтому они сейчас кричат из-за того, что они сокрушаются, что русским плохо. Да плевать они на них хотели, плевать хотели, просто им нужны бойцы, потому что они собираются в войну с Украиной, они не достигли того, что хотели, им нужны новые бойцы. Да, Руслан Михайлович, пока мы с вами пишем этот стрим, Бильд пишет, что российские кормить северокорейскими консервами из собак. Вот такая вот правда. Уважаемая аудитория, традиционно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал Даша Счастливая, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, мы боремся с российской пропагандой, это очень важно. Будьте с нами, будьте на светлой стороне, каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, каждая ваша подписка делает так, что это видео смотрит как можно больше людей, а это наш информационный фронт в борьбе с Российской Федерацией. Руслан Кутар, президент Ассамблеи Народов Кавказа, Руслан Мухаммедович, благодарю вас и традиционно до скорой встречи. Всех благ, всего хорошего, желаю, чтобы у тебя миллион подписчиков были, действительно, площадка хорошая, приходите, здесь говорят честно, здесь говорят правду, и эта правда нужна всем. Всех благ, до встречи.